Вместе мы сможем больше! Валерий, вы заняли пост председателя Саровского отделения Всероссийского общества инвалидов полгода назад. Что вас подвигло взять на себя такое бремя? Ведь это очень тяжелый груз. Ну, прежде всего, я сам инвалид. С какими-то вопросами сталкивался, какими-то неразрешимыми проблемами для себя. Ну, хотел просто отчасти навести порядок в обществе. Потому что об обществе в городе мало известно. Всероссийское общество инвалидов ведет активную деятельность. И в жизни страны, и в Нижегородской области. Мы, как часть Всероссийского общества, довольно-таки слабо в городе Сарове представлены. И просто хотелось какую-то новую струю, новую внести в работу этого общества. Валерий, я когда готовился к интервью и смотрел ваши предыдущие выступления, понял, что одна из главных целей, которые вы себе поставили, сделать так, чтобы общество стало известно. Чтобы о нем хотя бы начали говорить. Давайте чуть-чуть в этом поможем. Расскажите о Саровском отделении Всероссийского общества инвалидов. Сейчас что это за организация? Чем она занимается? Основные направления работы? Во-первых, Саровское общество инвалидов, как и вся часть российского общества, это общественная организация. Мы обязаны вести просветительскую деятельность. Защищать права инвалидов. Именно на местах, в частности, доступности среды, юридического законодательства, представление где-то инвалидов. Вот сейчас заключены предварительные соглашения с центром занятости о том, что шефство новых инвалидов на рабочих местах, создание рабочих мест для инвалидов. Наша задача общества, чтобы все абсолютно были на равных. То есть вытащить человека из берлоги и помочь ему стать полноправным человеком? Да, да. То есть он не сидит где-то у себя на кухне в четырех стенах, чтобы мог выйти, на лавочку посидеть, пообщаться с соседями, пройти куда-то, посетить какое-то мероприятие городское, то есть какую-то выставку. Абсолютно человек не должен быть замкнутым. Вот это и основной девиз нашего общества об этом гласит. Чтобы быть вместе, вместе оно легче, всегда преодолевать какие-то трудности. Валерий, вот смотрите, есть государственные, муниципальные организации, которые по закону обязаны вам содействовать. Есть, казалось бы, частные предприниматели, которые ничего не должны, но с ними можно найти общий язык. Вот просыпается у нас в коммерсантах какое-то чувство социальной ответственности за тех, кто живет рядом, но кто оказался в более сложной ситуации? Ну вот в частности, о чем могу сказать, что с предпринимателями, с частным бизнесом иногда бывает проще договориться. Интересно? Да, конечно, проще решить какие-то вопросы, проблемы проще решить, потому что люди идут навстречу. Они социально как бы видят, они в этом обществе живут, они социально ориентированы на это общество. Это же их клиенты. То есть, когда говоришь, что вот нужно, откликаются быстрее. Нет вот этой вот административной рутины, нет вот этих вот законов, распоряжений, бумажек. Просто к человеку обращаешься, и он решает, помогает. Единственное, вот люди скромные, не хотят себя называть, просят называть своих фамилий, какую-то помощь оказывают, совершенно, ну не анонимно, они приходят, но просят это не афишировать. Они не считают, что вот они сделали что-то такое сверхъестественное, оказав помощь. Валерий, а чем вы можете помочь людям? Может быть, какие-то юридические консультации, помощь в трудоустройстве? Это, кстати, очень важно, потому что людям с ограниченными возможностями здоровья гораздо тяжелее найти работу. Пока у нас нет в штате, конечно, юристов, мы обращаемся к юридической помощи сами, но в планах, да, и оказание юридической помощи, но и сейчас, как я сказал, заключен договор с центром занятости. То есть, я так думаю, что будет какие-то развития, какое-то оборудование рабочих мест с центром занятости, наставничество, опекунство со стороны общества инвалидов, во всяком случае, с их стороны это было заявлено. Предполагается, в ближайшее время провести круглый стол какой-то с предпринимателями, там обсудить и социальное предпринимательство, и о том, что надо трудоустраивать. Но по законодательству инвалид очень требовательен к себе, и немногие предприятия хотят его к себе брать на работу, потому что требования очень высоки сейчас по соблюдению законодательства в отношении инвалидов. Вы имеете в виду, оно настолько детальное, что иногда это мешает? Человек хочет взять на работу, но не может, потому что нет каких-то вещей? Нет, он может, но он просто себя перестраховывается, потому что расстаться потом с инвалидом ему будет очень тяжело. Практически невозможно. Валерий, а с какими проблемами у нас инвалиды сталкиваются чаще всего? Ну, скорее всего, это отсутствие доступной среды, хотя все о ней и говорим, работа идет, но, по-моему, она далека от завершения. Доступная среда, ну, это головная боль. Это неприспособленность жилья у нас в городе, но, во всяком случае, как неприспособленность к людям в такой категории, которые теряют возможность передвигаться самостоятельно. Многие обращаются с тем, что они просто не выходят из дома, им родственники помогают, там какие-то пандусы дополнительные. Ну и даже так, что если человек вышел из дома, передвигается по городу, он не может передвигаться на общественном транспорте. Вот сейчас администрации города будет закупаться специальный автотранспорт для передвижения людей в колясках. Но это же мы делаем не только для инвалидов, это же для мамочек, которые маленьких детей приводят в коляске. Есть же у нас велосипедисты, но город у нас маленький, но возьмите большие такие города, мегаполисы, там в автотранспорте можно привозить коляски, велосипеды. То есть это касается и не только людей, инвалидов, но и вообще маломобильных граждан, тех, что с какими-то средствами передвижения по городу. Да, я еду на велосипеде, там с бордюра съехать целая проблема. Если человек на коляске, то для него это вообще не преодолимо. Да, бордюры, то есть какие-то пандусы, входы в наши учреждения, потому что паспорт доступности объекта должен быть в каждом учреждении. Паспорт доступности. Единичные учреждения у нас в городе имеют, их буквально на руке хватит пальцев, у каких учреждений есть одобренный, подписанный паспорт доступности объекта. Потому что наличие пандуса как такового, это не означает, что он сделан по нормативам, и что им можно пользоваться этим пандусом. То есть сделан он для чего-то, для вида. А вы посмотрите, вот встаньте просто и понаблюдайте какое-то время. А им никто не пользуется этим пандусом. Для чего он сделан? Он просто сделан не по нормативам, без соблюдения тех норм, тех показателей, которые необходимы. Ширина дверей. Я не говорил про инвалиды-колясочника. Я говорил про маму даже с коляской. Вот они пришли куда-то, ширина двери не позволяет. По стандарту она должна быть не менее 90 сантиметров. Они торговые предприятия. Посмотрите, они все заботятся, у них все распашные двери. У них все соответствует. Все торговые центры оборудованы. Они заинтересованы в поступлении денежных средств. Они заинтересованы в покупателей. В покупателях. Вот мы подходим в торговый центр и подходим в ЖЭК. В ЖЭК вообще вы не сможете попасть. Ни в один. Как бы стеон неприступный. Вообще ни в один ЖЭК. Муниципальные учреждения какие-то. Почему-то они не хотят видеть. Они такое впечатление, что огораживают себя от проникновения этих заслонных людей, которые будут бороться за свои права. Но это справедливости ради достаточно старой здания. Тогда эти нормы не действовали. То есть их нужно дооборудовать сейчас? Да, их нужно либо дооборудовать, либо поставить вот эти кнопки вызова. Но это элементарно. Ведь сделать не обязательно какие-то пандусы. Нет элементарных табличек для людей с потерей зрения. Ведь это не требует никаких затрат. А оборудовать табличками. Сколько у нас людей, ну, инвалидов по зрению, с потерей зрения, с потерей слуха, эти тактильные поверхности. А у вас есть статистика, сколько вообще инвалидов сейчас в Сарове насчитывается? В Сарове сейчас порядка четырех тысяч инвалидов. Мне эти данные... В каждой двадцатой в среднем? Ну, пять процентов. Это как в среднем показатель по стране. Пять процентов населения имеют те или иные такие вот отклонения по здоровью. Эти данные предоставляют нам тоже по соглашению, по договору пенсионный фонд. Эти цифры мы ими располагаем. То есть с разбивкой по каким группам инвалидности, кто сколько, что, у кого какая инвалидность. То есть в среднем, вот я точную цифру сейчас могу сказать, 3989, ну, 4000 человек. Вот. Это большая часть. Ваша организация это то, на что можно опереться в тяжелой ситуации. Да, да, да. Получить помощь и поддержку, пускай даже не всегда материально. Да, у нас есть вот первичная организация. То есть я являюсь как председателем правления, но в правление входят руководители первичных организаций. Они находятся вот в каждом опорном пункте, в каждом ЖЭКе. Есть представительство общества инвалидов. То есть там ведется прием первичных организаций. И вот эти председатели первичных организаций, они составляют правление. Оно собирается раз в месяц и решает какие-то вопросы. Ну, зачастую, зачастую, да, вот, приходится решать очень много потребностей. Единственное, отказывать. Вопрос, который касается материальной поддержки, мы сейчас не можем. А чем вы занимаетесь прямо сейчас? Вот на примере хотя бы последнего собрания. Сейчас у нас все разошлись люди в отпуск. Ближайшее правление у нас состоится в конце августа. На последнем правлении, которое состоялось в июне, были розданы списки членов. Обзвон, поздравления, допустим, юбиляров, у кого день рождения. То есть вот идет непосредственно работа, общение по телефону. Сейчас мы, вот именно последняя моя, как бы, задача, это корректированный список членов общества, проверить, кто состоит, где состоит, актуально ли проживание по этому адресу, актуален ли телефон. То есть вот ревизия всего списка этого членов общества и, естественно, привлечение новых членов. А как можно вступить в ваши ряды? Вступить очень просто. Это надо обратиться в первичную организацию. Там есть на основании документов, то есть справки, медико-социальной экспертизы и паспорта. Заполняется учетная карточка, выдается членовский билет. И человек вступает в эту Всероссийскую общественную организацию общества инвалидов. Для этого у нас в первичных организациях ведутся приемы. Нам вот администрации города предоставлено помещение для этого. Вот в каждом ЖЭКе они есть. И там по расписанию ведется прием. Если какие-то возникают вопросы, там, или трудности, можно позвонить в центральное правление, которое находится на улице Бессарабинка. Там ответить, координирую я, куда обратиться, как лучше это сделать. То есть всегда ждем людей. Всегда ждем людей, которые готовы чем-то... Ну и обязательно помочь. Просто вступить, просто общаться. Просто показать и заявить о себе. Вот это и все. Ну для начала объединиться, а уже потом принимать какие-то меры. Нет, это обязательно. Для... Как любая общественная организация. Заявляешь о себе, вступаешь в нее, о тебе знают. И ты уже какие-то совместные мероприятия проводишься, какие-то экскурсии. В частности, можно поблагодарить наших депутатов некоторых, которые совместно с обществом ветеранов организовали летние экскурсии наших членов. Это вот и в Мордовскую республику, еще куда-то поблизости, в какие-то монастыри. То есть такая совместная просто общественная жизнь. Валерий, а если мы уберем в сторону какие-то материальные трудности, с чем люди к вам обращаются, ваши члены? И какие проблемы вы помогаете им решить? Ну, многие просто обращаются не знание законов, не знание законодательства, куда обратиться с той или иной просьбой. Они куда? Вот, допустим, у них есть вот такая вот проблема. У нас много сейчас разных учреждений, много организаций. Куда обратиться? Это получается, у них две инстанции. Либо депутат. Депутат не помог, значит, я напишу Путину. Ну, есть же много таких организаций, которые решают их вопросы. Вот направить их в нужном направлении, показать, какие льготы они могут получить. То есть вы как координационная организация просто направляете людей? Да, да. Просто направляем, объясняем, что лучше обратиться туда. Не надо Путину писать заявление. Вот подойдите туда, вот есть такой-то депутат у мамы, если хотите, поможет по благоустройству или что-то. Если у вас какая-то другая проблема, вот именно в это учреждение вам лучше обратиться. Вот. Ну, зачастую, да, зачастую доходят, вот в частности, некоторые конфликтные ситуации и до обращения в прокуратуру. Прокуратура идет навстречу нам, поэтому защищает. Сейчас с правами инвалидов очень строго и жестко. Прокуратура и в суде, вот, в последнее, одно из последних решений встает на защиту инвалидов. И обязывает какие-то организации, какие-то, это, соблюдать права инвалидов, то есть, и представлять в суде. Валерий, то есть, вы сейчас на такой стадии консолидации, когда нужно все камни собрать в одну корзину, их учесть, посмотреть. Допустим, пройдет 2-3 года. У вас есть какое-то видение, чем тогда будет заниматься организация? Или хотя бы желание? Желание? Вот как вы видите работу, вот эту вот, потом, когда все уже будет учтено? Когда люди будут знать о вас? Когда они будут понимать, что такая организация есть, она занимается решением реальных проблем? Надо же делать следующие шаги. Пока есть такие вот, отчасти, как бы планы. К следующему шагу надо подготовиться. На самом деле, вы правы. Это очень серьезное мероприятие. Пока есть планы на дальнейшее развитие, но, как и в любом, как и в любом деле, все у нас стоит на материальной основе. То есть, моя вот сейчас наипервейшая задача – это создать материальную базу, чтобы общество, в конце концов, продолжало существовать. Оно было создано для меня руководителями. Был какой-то период очень сложный в жизни общества. И сейчас моя задача, чтобы оно продолжало существовать, продолжало работать. А те люди, которые придут, я даже не могу представить, какие будут формы. Я однозначно понимаю, что это будет общение. Может быть, какие-то, не скажу, что клубы интересов, секции какие-то людей с потерей функции опорно-двигательного аппарата, секции людей с потерей органов зрения, слуха. Ну, хотя бы даже помочь людям создать свой бизнес. Вы, как человек, который долгое время этим занимался, понимаете, что это тяжело, но осуществимо. Очень сложно, очень сложно. И это нужно помогать. Это нужно помогать. И отчасти создание, отчасти, может быть, я уже не первый раз об этом говорил, какого-то фонда. Потому что сейчас в городской администрации упразднена такая вещь, как оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Ну, а в трудной ситуации у нас кто оказывается? Самые слабые и самые беззащитные. Вот они оказываются у нас в трудной ситуации, одинокие. То есть вот на прошлой неделе в очередной раз ко мне приходил мужчина, вы не поверите, 92 года, член нашего общества. Я вот с ним общаюсь уже второй раз. Вполне такой нормальный, адекватный мужичок, подвижный, пришел. Просто я спрашиваю, ну а что, что-то у вас, какие-то проблемы, что-то... Да нет, ничего, я просто пообщаться. Вот пообщались, так рассказали, какие-то новости в законах узнал. 92 года человек, он сам, вокруг него уже никого нет, все родные умерли. Воевал еще. Он даже после войны служил в Финляндии еще несколько лет. Да. Вот этот человек, он просто приходит пообщаться, спросить, какие новости. Вот ему этого не достается. Это пока исключение. А вы, видимо, хотите, чтобы такое исключение стало правилом. Да, да. Вот чтобы именно люди приходили, и они, как я сказал, не просили, что вы можете дать, общество может дать мне, а что вы можете дать обществу. Вот вы можете, вы объединились, вы каждый принесли толику свою, частичку в это общество, и уже общество будет существовать. Для этого оно и создавалось. Я еще хотел спросить, а если есть семья, в которой ребенок инвалид, родители могут к вам как-то вступить или нет? Да. По уставу предусмотрено, что опекун может быть членом общества. То есть членом общества инвалидов может быть либо сам человек, либо тот, кто его опекает по закону. И он может вступить в это общество и представлять интересы этого инвалида, этого, допустим, ребенка несовершеннолетнего. Есть, допустим, люди, которые просто не передвигаются. У них же есть официальные опекуны. И опекуны могут быть членами. У нас есть такие прецеденты в городе? Конечно. У нас очень много людей, которые опекуны и входят отдельно в состав правления. Это люди, они понаслышке знакомые с ситуацией, понимающие, что нужно решать. То есть у них в семье есть такой человек, они являются опекунами, и они активно тоже работают в нашем обществе. Валерий, давайте, чтобы завершить разговор, поговорим о том, чем вообще люди могут вам помочь. Даже материальную составляющую берем, тут все просто. Если есть свободные деньги и желание кому-то помочь, принес, пожертвовал, все ясно. Но ведь, наверное, инвалидам деньги даже ни в первую, ни во вторую счет требуется. Нужно совсем другое. Ну, нужно участие, нужно общение. Я уже вот и не первый раз в интервью говорю. Посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг. На соседа по лестничной клетке, на тот, кто живет в вашем подъезде. Вы передвигаетесь в общественном транспорте. Вы идете по улице. Ну, посмотрите вокруг. Не отгораживайтесь телефоном и наушниками. Вот идет человек. Ему, ну, отчасти нужна помощь ваша. Подойдите, предложите эту помощь. Человек, понимаете, если он справится сам, он вежливо вам поблагодарит. А ведь на самом деле выйти из автобуса, войти в автобус, выйти в какое-то учреждение, передвигаться по лестнице, вызвать лифт. У меня вообще вот такое, как бы, небольшое по жизни кредо, не кредо, вот такая вот направленность. Я считаю так, что если мне хотя бы один раз в день кто-то скажет спасибо, хотя бы одно спасибо в день, я считаю, что вот этот день я прожил не зря. Но не намного больше, чем одно спасибо, говорят, в день. И это, поверьте, никакими деньгами, никакими материальными не оценить. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с председателем Саровского отделения Всероссийского общества инвалидов Валерием Семиковым. Валерий, большое спасибо, что пришли. Удачи в вашей работе. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.